цель наверное в том что у меня есть какой-то опыт да может быть чем-то я буду полезна сразу скажу что может быть будут какие-то негативы но я постараюсь без негатива но может быть будут какие-то моменты но вы должны помнить о том что моя история ни в коем случае никогда не повторит вашу то есть у каждого все равно своя история свой характер свои какие-то жизненные обстоятельства поэтому как бы я расскажу так как она была может быть очень в таком лайтовом варианте вот и уже потом отвечу на ваши вопросы потому что было очень много вопросов особенно об изучении итальянского языка поэтому у нас будет не так много пунктов насколько я помню пять или шесть я буду по каждому из них кратко рассказывать и потом уже отвечать на ваши вопросы и потом уже быстро пробежимся по тем вопросам которые были под под публикация под анонсом о прямом эфире да наташа все будет как на духу всю правду и так значит первый вопрос который значится в списке как и почему я переехала в италию в италию я переехала 30 марта 2013 года то есть совсем скоро я буду отмечать такой первый первую круглую дату вот почему я переехала за практически год до этого в начале апреля 2012 года я отдыхала на острове тенерифе это канарские острова вот и последний мой вечер перед возвращением в москву я в одном баре познакомилась филиппа филиппа это мой муж если кто-то не знает ну вот но это было такое типичное знакомство как например как я в лондоне училась в школе то есть просто мы познакомились перекинулись паре фраз откуда ты как тебя зовут и так далее и обменялись аккаунтами на фейсбук но и все и в общем то как бы я вернулась с радостью в москву филиппа вернулся в италию и в принципе у меня вообще не было никаких мыслей о том что через год я уже буду жить в италии потому что мне очень нравилось жить в москве мне нравилась моя работа моя жизнь там и поэтому как бы ну где италия где москва и в принципе никаких особых чувств филиппа у меня тогда не вызвал но он был приятным молодым человеком вот потом он начал мне писать сразу же практически как я уехала в аэропорт вот но я это все воспринимала так хи 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 ха 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 потому что стереотип существует про то что итальянцы такие ловеласы любят красивые фразы и так далее поэтому особо я не придавала этому значению но когда он предложил мне пообщаться по skype потому что он там скачал это приложение себе вот но я долго отнекивалась потом ну ладно говорю давай поговорим вот но уже перед этим разговором потому что как бы он написал часто и много я просто задалась вопросом вообще правда вот этот стереотип о том что якобы все итальянцы там любят так скажем красивые фразы и там типа типа такие фразочки типа я тебе подарю луну и так далее вот и я зашла в яндекс и поисковой строке написала менталитет итальянских их мужчины и вы не поверите сколько научных статей и я нашла не только банальных на там действительно были научные статьи научные исследования о менталитете итальянцев причем это все было разбито по регионам ну по зонам можем так сказать то есть это были итальянцы севера какие они описания характерные черты и так далее итальянцы центра и итальянцы юга то есть как бы я ну подошла ответственно к этому вопросу вот ну и в принципе мы потом начали общаться и как-то так если мы познакомились в апреле то в августе филиппа прилетел в москву сделал мне предложение до этого я летала в италию в отпуск вот ну и в принципе потом когда филиппа сделал мне предложение мы долго думали кому куда переезжать потому что в принципе у меня меня в москве устраивало абсолютно все у меня только как бы начал начали появляться возможности карьерного роста и в общем то особо наверное переезжать я не хотел там был один вопрос хотела ли я вообще переезжать в италии и переехали бы я в италии если не встретила филиппа так вот вопрос ой ответ сразу же на этот вопрос что я бы не переехала из россии если бы я не встретила филиппа вот ну и правильно и как получилось то есть мы долго думали взвешивали разные факторы экономические лингвистические и все говорила в сторону того что мне будет проще переехать в италию нежели филиппа переехать в россию ну вот и таким образом я в тот момент учил училась в академии плеханова и на управление проектами вот и мне нужно было в декабре защищать диплом поэтому мы решили что в декабре я защищаю диплом дать бина это ваш вопрос я защищаю диплом и увольняюсь и переезжаю в италию вот собственно так все и произошло как я переехала в италию то есть вот такая история в общем по любви то есть у меня был переезд а если кого-то интересует по семейным мотивам потому что есть переезд по мотивам обучения есть переезд по мотивам работы и как мне кажется переезд именно по учебе или по работе наверное он переживается гораздо проще потому что ну вы уже знаете да что с вами будет то есть вам в принципе не надо там такого 0 начинать жизни потому что но если на учебу вы знаете то что вы будете учиться и в принципе если вы будете прилежным студентом то все у вас получится и сразу же вы как бы вольетесь в окружении сразу у вас появятся новые знакомства новые друзья и так далее по работе мне кажется тоже потому что вы уже в принципе у вас отпадает вопрос чем не заниматься в италии и и тоже вас будет коллектив конечно это сложно притираться потому что позже я буду говорить о том о работе с итальянцами но все равно вот по семейным мотивам как бы я еще решила рассказать сразу же мои ошибки перед переездом чтобы сейчас я их и говорю моя ошибка была в том что я ну как бы я в первую очередь послушала местных жителей которые мне говорили о том что в италии с русским и английским языком очень легко найти работу на самом деле когда я переехала это было не совсем так потому что при поиске работы требовалось еще знание итальянского языка причем желательно на хорошем уровне и в одной компании мне действительно так сказали что вы нам очень нравитесь это причем была дочка собственника компании которая много лет училась в лондоне и она училась с ребятами русскоговорящими так скажем то есть у нее были друзья из россии из украины и она говорит мне просто очень нравится ваш характер и ваш подход к делам и поэтому я бы с удовольствием тебя приняла на работу но дело в том что ты не говоришь по-итальянски то есть мой уровень владения языка на момент переезда это был b1 но такой b1 уровень начальный то есть в принципе я могла говорить на какие-то такие простые темы ну как говорить я наверное ну могла в магазине попросить чтоб не дали какую-то булочку но чтобы поддержать какую-то беседу наверное моего уровня владения языка тогда не хватало то есть это было знаете так моя твоя не понимать вот и в принципе я через шесть месяцев пошла искать работу с таким уровнем языка вот и девочка сказала что они меня не могут взять на работу только лишь потому что мне на этой должности мне нужно было бы общаться с сотрудниками которые на складе а в италии есть такое понятие как итальянский язык то есть это такой национальный да а есть диалекты и то есть конечно в основном местные жители там например на вероне они общаются между собой на диалекте то есть конечно же не все это все зависит от семьи от зависит от каких-то других факторов но все равно большинство они но как она мне сказала на складе общались на диалекте она горит и просто как бы суть в том что окей в офисе ты с нами можешь по-английски общаться это вообще не проблема привет вот но допустим если тебе нужно звонить и заказывать какие-то запчасти на склад то это практически ангриоте так надо учить итальянский а тут еще и диалект ну в общем первая ошибка была в том что я послушала местных жителей которые меня уверяли в том что русский английский залог успеха в поиске работы на самом деле все было немного не так вот и вторая ошибка перед переездом которую я совершила я не придумала себе так скажем запасной аэродром и не подумала чем я смогу заниматься в италии если не найду работу то есть это сразу это такая ошибка я вам сразу скажу что я такой человек который всегда хотел работать строить карьеру и так далее то есть не моя тема допустим там заниматься только семьей вот поэтому как бы моей ошибкой было именно то что я не подумала о своей занятости то есть в принципе я и мой совет тем кто сейчас допустим хочет куда-то переехать планирует переезд ту или иную страну пожалуйста подумайте о том чем вы сможете заниматься если допустим вы не найдете работу потому что ситуации бывают разные допустим у меня такая ситуация что в принципе я могла себе позволить не работать вот и ну и даже в принципе сейчас могу себе это позволить но есть ситуации когда вы переезжаете и вам нужно работать поэтому как бы есть разные варианты вы можете допустим сейчас очень развивается интернет бизнес то есть вы можете подумать может быть вы классный маркетолог вы будете заниматься консультациями вы будете вести клиентов онлайн вы будете вести канал в instagram если допустим вы классный я даже знаю одну историю одной девушке она работала врачом в россии и переехала во францию вот и сейчас она развивает направление такое что она медицинский консультант то есть в чем ее заключается ее работа как я поняла то есть она владеет французским языком и имея высшее медицинское образование то есть понимаете как бы тут еще такой вопрос когда вы переезжаете и допустим в какую-то другую страну и у вас узкая узкая специализация допустим ну в плане нормативов допустим я имею ввиду то есть допустим вы юрист вы медик вы допустим преподаватель то есть все равно это сложно никто но как бы вам нужно будет например здесь идти и доучиваться либо заканчивать какие-то курсы подтверждать свое образование а иногда подтверждение образования но я могу сказать в италии выливается в то что по факту вы заново учитесь вот на некоторых специальностях и это тоже затраты денег и поэтому это дело девушка она поняла что учиться ей придется заново и очень долго и как бы и не факт что она сразу же найдет после всего этого обучения работу а я занялась тем что она сейчас помогает людям которые допустим приезжают во францию на лечение либо не дай бог у них возникают какие-то вопросы связанные со здоровьем во время путешествий она может по телефону помогать им в общении как бы посредник до такой в общении между врачами то есть а у нее есть язык у нее есть образование и то есть она в принципе понимает о чем может идти речь и и тем самым помочь людям либо например подсказать людям которые едут на лечение на какие-то специальные может быть процедуры кому-то нужны и они есть только во франции она может подсказать куда ехать то есть продумывайте наперед разные варианты разные шаги что вы будете делать потому что даже тот же самый блог развивайте блог думайте над темы чем вы можете быть полезны и я чуть дальше в конце я расскажу почему я завела блог если вы любите фотографировать развиваетесь заканчивайте курсы в россии и так далее потому что уже приехав в италию у вас не будет как было у меня вот этого знаете то что меня трясло от того что я не могу найти работу я не знаю что делать дома то есть я никогда в принципе у меня всегда была жизнь настолько расписано по минутам что в принципе домой я приходила только чтобы поспать наверное это дома я когда я жила в москве и в екатеринбурге я работала даже по вечерам дома то есть я тупо дома спала поэтому как бы для меня когда я переехала и передо мной оказался этот тихий океан просто времени и я действительно останавливал филиппа и спрашивала филиппа пожалуйста расскажи мне что люди делают дома когда у них столько времени потому что ребята я вам честно говорю мне кажется у меня была настолько чистая квартира что здесь можно было проводить просто операции вот действительно хирургические разные вмешательства потому что у меня было очень чисто потому что от того что у меня не было того чем заняться я просто убиралась дома вот потом конечно но сейчас мы перейдем чем я еще занималась но как бы я надеюсь что я вижу по комментариям что вы разделяете мой позицию в том что нужно заранее подумать о том чем вы займетесь поэтому помните об этом и надеюсь что вам мой совет поможет и никогда не опускайте руки поэтому вот так вот и я еще хочу сказать что перед переездом я не советую читать разные форумы потому что на форумах когда я сидела мне казалось что там сидят одни жутко депрессивные люди которые просто выливают ушат негатива на людей и представляете вы в такой ситуации что перед вами стоит такое решение очень жизненное вам нужно решить переезжаете вы или нет тут вы заходите на какой-нибудь форум и вам говорят у тебя ничего не получится когда я переехал я спустился на самое дно я стал никем но слушайте конечно если врач стоматолог переезжает в другую страну но мне кажется даже если врач стоматолог переедет допустим там из одного города россии в другой город россии но не факт что его в этом городе в другом будут ждать с распростертыми объятиями ему тоже нужно будет как-то искать себя в этом городе находиться их клиентов как-то вообще найти работу где он будет работать поэтому как бы я не советую читать вот эти вот все истории потому что у каждого как я еще раз повторюсь наверное раз 20 могу повториться даже тысяч у каждого своя история и никогда не надо на себя примерять платье другого человека вот есть кстати в психологии такая такое понятие найти свое платье вот поэтому помните об этом никаких формах заранее продумывайте чем вы сможете заниматься в италии когда переедете сюда если не найдете работу или вообще может быть переезд для вас станет вообще открытием личности вашей может быть вы откроете для себя что вы не хотите работать на дядю а хотите работать на себя и что у вас все круто будет но на самом деле оно будет так вот и еще не всегда верьте местным жителям потому что местные жители но как например я если бы я жила в россии наверное я бы не знала всех тонкостей до российской действительности для иностранца то есть мне кажется я не до конца даже могу знать свою страну поэтому как бы итальянцы тоже они тебе могут сказать ну знаете у итальянцев есть такая привычка они таки да ладно все будет нормально забей ты завтра пойдешь и найдешь работу но но ты ее не найдешь ли там забей выучишь итальянский язык а это как бы не так то просто вот особенно если у тебя нет распал как сказать если у тебя нет способности к изучению итальянского языка но не факт что он тебе в голову как бы быстро ляжет поэтому вот эти три ошибки не повторяйте так перейдем я щас быстро посмотрю вопросы если есть какие то и быстро мы начнем перейдем ко второму вопросу так всем привет всем добрый вечер кто писал трудно ли устроиться преподавателем русского языка в италии или тем же репетитором востребовано ли это но смотрите на самом деле в италии есть во первых русские школы для деток вот и можно там попытаться отправить свое резюме плюс есть разные российские культурные центры например вероне при консульстве россия есть ассоциация евразия и там они проводят курсы для русского языка как иностранного для итальянцев это как бы вот такие культурные ассоциации можно поискать потом да можно искать через разные школы может быть у них есть запросы на изучение русского языка но я сразу скажу что что после того как вот ввели эмбарго то как бы пошло на спад вот это вот желание учить русский язык но все равно у итальянцев она есть поэтому мне кажется что преподавателем русского языка или репетитором можно найти работу в италии то же самое дистанционно вот так наташа говорит цены совет даю разделяю точку зрения спасибо наташ так наташ спасибо за поддержку спасибо толковая мудрая позиция спасибо жаль что мне никто об этом не сказал до переезда дольче вита я тоже из екатеринбурга сейчас живу в москве хочу переехать когда-нибудь в италию так вы на верном пути хочу скоро переедете ходим одной дорогой дольче форниэнте да татьяна дольче форниэнте ну что-то этот дольче форниэнте вообще не понимаю и причем например камилла это мама филиппа она тоже не понимает этого дольче форниэнте мне кажется ее можно увидеть сидящие на диване они где-то там на в горах либо когда она убирает свой огромный дом вот именно сегодня завтра и послезавтра потому что сан рэма так я ее ни разу не видела на диване вот один из главных пунктов ада кайда актуально но это ты такая шила в попе многие думают иммиграция это сразу рай да согласна я согласна то что есть например такие как я шила в попе амбициозные и вообще это мечтающие ну жаждущие реализации а есть те кто переезжает и их все устраивает то есть они действительно наслаждаются жизнью в италии и на самом деле я независливый человек но таким людям я завиду белой завистью ну что они реально кайфуют от этой жизни слишком дерганая психика русских ну вообще мне кажется у русскоязычных народов да потому что на форумах можно всех встретить вот а кто-то осознанно едет за покоем да это тоже есть такой вариант я палец лет не только после того как стала часто бывать италии поняла что много работать это не dolce vita это знакомая дерганая психика истину глаголишь оль спасибо работать на собак вот марина пишет что да марина док-ситтер тоже классное занятие если вы любите собак почему бы нет времени а меняется экономическое положение в стране играет немаловажную роль в возможностях да наташа согласна с тобой чуть позже об этом будет за покоем черногорию приходи в десятки миллионов евро и сидите там их ну с десятками миллионов евро можно и в италии сидеть можно пекарю помогать и кайфовать от моря можно если найдете пекаря которому нужна помощь вера здравствуйте попроще там одни русские и схожий менталитет вот в черногории говорят а фотографы парикмахеры о если вы в парикмахер вам в италии и там косметолог с образованием вам в италии будет вообще круто потому что все девчонки русскоговорящие да наверное мальчики тоже все в поисках в постоянном поиске хорошего парикмахера и хорошего человека кто делает маникюр и разные процедуры эстетические поэтому ой фотографы тоже парикмахер в италии на вес золота точно хорошие парикмахеры главное что необходимо иметь в италии если хочешь нормальной работы это связи сейчас люди об этом поговорим не согласна потому что мое резюме мне кажется было у всего севера италии потому что филиппа распечатала не знаю сколько копии и всем поставщикам всем своим друзьям раздавал просто кипы моих мои моего резюме но об этом поговорим попозже что сказали на мое резюме местные жители такие консульства не попадешь а да не знаю тут девчонки я слышал разговоры что без связи попали в консульство на работу не знаю может быть они не хотели чего-то мне говорить но не знаю да с индустрией красоты страны на самом деле что в италии не очень потому что здесь же производят очень много разные косметики именно все что касается красоты но почему-то наши волосы не умеют здесь красиво стричь как устроиться массажистка в италии если диплом массажистки получен в россии слушайте не знаю насчет массажистки на самом деле надо вам узнать кого-то потому что здесь для эстетиста по-моему какие-то свои есть сертификаты нужно узнавать про массажиста не знаю честно общалась парнем из вероны у него была девушка из екатеринбурга он мало-мальски знает русский хочет переехать россии работы в тот с в тот сработает но если найдет в россии работу мне кажется экспатом хорошо у нас платит да вот пишет массажисту надо получать диплом в италии тогда итальянцы очень много работают мило чтобы кайфовать надо иметь очень хорошую подушку безопасности ну тоже вариант но мне кажется даже если у меня была какая-то очень большая поду хорошая подушка безопасности я все равно не не смогла кайфовать если я не реализована я не могу привет сейчас пойдут пройдут выводы будет новый парламент и тогда в италии наступит рай да обещают даже платить какие-то безработным какие-то очень крутые пособия не знаю над этим все смеются но я не смотрю телевизор косметолог тоже должен переучиваться не знаю насчет косметолога надо узнать потому что у меня знакомая она у нее свой салон у нее нет высшего ну какого-то специального образования на школу заканчивала для эстетиста не косметолог а вот они косметологи эти эстетисты и маникюр педикюр и эпиляция и она мне говорила что даже ну должны быть какие-то у них свои сертификаты честно не знаю про вот работа в сфере красоты ничего не могу сказать честно я думаю над переездом в последующем мое образование вода альбина надо вам подумать чем вы будете заниматься придется рожать семеро зачем семеро рожать не хочу да я сохраню этот эфир и скорее всего будет несколько эфиров потому что у нас полчаса остается а еще много вопросов саш ну видишь кому как повезет потому что я долго не могла найти парикмахера и ну и слышу девочек что тоже не могут я вот например слетала домой и сходила к саму парикмахеру а здесь я просто прошу чтобы они мне подравнивали и все потому что я боюсь экспериментировать в израиле безработные должны платить штраф государства за тунеядцы в размере 50 долларов в месяц а это как в советском союзе помните нельзя было быть безработным но я этого конечно не помню потому что я не так сильно застала советский союз но там тоже за тунеядство по моему даже садили могли посадить на 15 суток что ли не знаю вот ну по-моему такое было в советском союзе и так все закончили с этапом моего перри причина моего переезда в италию сейчас перейдем как